доброе утро дорогие друзья доброе утро до надеюсь что надеюсь что трансляция ну вот фейсбуке наверное будет точно потому что потому что значит фейсбук работает через телефон а во всех остальных сетях не знаю как-то не складывается хорошо дорогие друзья значит кто может смотреть фейсбуке смотрит кто не может значит другие сетями почему-то не срабатывает не работают у меня другие сети значит смотрим фейсбуке если заработать другие сети то вай-фай в этой сутра пытаюсь подключиться и не получается мотор включится к фай ш Bagdove и как раз сейчас мы тогда еще раз поговорим не получается да создать трансляцию мы сейчас еще раз поговорим о том как оставаться радостном когда все идет не так как ты хочешь как все идет не так как ты хочешь и при этом остаться радостным это сложнее всего и мы сейчас будем на этом конкретном примере будем тренироваться да не дает сюда трансляцию значит ну смотрите такая жизнь человек предполагает а всевышний давайте сейчас я попробую чтобы и рационами чтобы трансляция была потому что мы же изучаем тором и мы хотим чтобы больше научиться так ну я думаю что всевышний поможет пока месте кто захочет кто захочет заходите пожалуйста в facebook и мы начинаем и так прежде всего сегодня у нас практический урок еще раз по увеличению радости с помощью по методу торы то есть практический урок увеличения радости используя методику тора и так первое что нужно вспомнить чтобы увеличивать радость по методике тора что все как говорил царь сам он в экклезиасте в калете все эвель эвелин все вокруг весь этот мир это пар паров и суета сует и суета и сует и пар и все вот привет лидия певарбович привет с вены помолитесь пожалуйста моем здоровье что всевышний дал лидии полное выздоровление и всем кто нуждается в здоровье дал полное выздоровление потому что действительно когда ломается интернет уже неприятно уже неприятно когда ты на что-то рассчитываешь а когда ломается здоровье когда ломается здоровье это вообще очень неприятно теперь еще больше неприятное то есть представляете Теперь давайте подумаем. Вот у человека одно из самых главных, что вводит человека в стресс, можно сказать даже глобально самое главное, что человек вводит стресс и забирает у него радость и здоровье, это когда его планы личные не совпадают с реальностью. Если взять одну фразу, что лишает человека радости в жизни? Не совпадение между желаемым и действительным. Например, вот я утром сегодня собрался, собрал, во-первых, урок в 9 утра, у нас же всегда был урок в 10 утра, и я в Иерусалиме всегда успевал в 10 утра уже помолиться, поучиться, и все у меня было в 10 утра, я уже готов к уроку, все отлично. Теперь я приехал в Венгрию, 10 утра по Иерусалиму, это 9 утра по Венгрию. Значит, надо было переносить урок на час, тогда это было бы 11 по Иерусалиму, потом бы я приехал, надо было бы переносить обратно. Думаю, ладно, значит, будем тогда действовать по-другому, оставим урок в 10 утра по Иерусалиму, как он был, а в Венгрии я подстроюсь под этот новый график, буду молиться раньше. Приезжаю, везде, где я приезжаю, сейчас же праздники, каникулы и так далее, все молятся в 9. Не могу найти, где молиться раньше. Хорошо, думаю, ладно, я сам лично помолюсь раньше, урок в Туру, все это так важно, все. Дальше. Я же не один приехал, много людей вокруг, семья, жена, дети, там все. И у всех какие-то планы, правильно? И получается, что когда твои планы не сбываются, вот мы сейчас видим по трансляции, нету интернета, не могу я подключиться к интернету ни на телеграме, ни на ютюбе, не работает. Не работает, вот сейчас вроде бы к мобильному интернету я подключился на телеграме, вроде бы, да? Сейчас, секундочку. Попробуем сейчас на мобильном интернете. Вот, но мобильный интернет это такая штука, которая может закончиться в любой момент, поэтому я сейчас попробую с этим начать на телеграме. Увеличиваем радость, увеличиваем в радости номер 41. И получается, что получается, все зашло в телеграме, на мобильном интернете, подключиться. И вы видите, как вот все в телеграме тоже пошло. Ну, и сижу я где-то вот в холле, не нашел я, не нашел там, где я просчитывал провести урок, закрыто. В холле я сижу вообще на какой-то батареечке сбоку, интернета нет. Это такая база, где, ну, на Песок приехало много людей. Вот именно утром сегодня интернета нет. Значит, оп, и появился. Выкрыл прям в эфире, начать эфир. Все, вроде бы появился интернет, да? Видите, пока мы разговаривали, интернет появился. Ну, сейчас мы проверим. Значит, и в Ютьюбе пошел. То есть, мы видим, что Всевышний, все-таки, видите, молитва помогает, молитва работает. Мы помолились, и пошел интернет, все стало лучше. Но в жизни, в жизни, да, видите, то есть, сейчас проводится в Фейсбуке, это мобильный интернет. А на Ютьюбе и на этом, сейчас, ну-ка, сейчас мы попробуем. Оп, и здесь он переключился, сейчас на Wi-Fi, вроде бы, да, переключился. Сейчас и здесь может переключиться, по идее, должен. Ну вот, видите, Яша, Яков Шатанин появился, и все сразу налаживается. Появился Шатанин, помолился за нас, и, значит, все стало, и появился интернет. Видите, как Яков Шатанин благотворно влияет на уроди Торы, что вроде бы все заработало. Сейчас мы еще раз проверим, секунду, все работает. Все отлично, видите, значит, налаживается жизнь, жизнь-то налаживается. Есть такой анекдот, опять отключилось. Что только я сказал, Всевышний нас проверяет. Проверяет нас Всевышний. Сейчас здесь заработало, здесь заработало, все. Итак, дорогие друзья, еще раз давайте, сегодня у нас будет, ну, ситуация, я, конечно, не расстроился, но я очень чувствую вот этот вот дискомфорт, в котором живет большинство людей. Да? В Телеграме чуть хуже качество видео, такая жизнь. И мы еще раз на этом примере, давайте мы изучим, как все-таки, как все-таки увеличивать радость, когда все идет не так. Первое. Первое. Вот давайте еще раз. Что больше всего у человека забирает радость? У любого. У любого человека забирает радость, когда реальность не совпадает с его, когда реальность не совпадает с его. Я вот просто, да, сейчас сижу и думаю, вот этот интернет весь. Реальность, когда не совпадает с его ожиданиями. И действительно, это очень сильно выбивает. То есть внутренняя модель мира. Вот человек хочет, например, возьмем, я хочу проводить урок, чтобы было удобно. Чтобы было удобно, у меня даже было удобно в Иерусалиме, удобно, значит, все, сидишь, удобно, помолился, сделал все. Потом каким-то образом рушится система. Система рушится, она у всех рушится, да? То есть мы сейчас живем в таком мире, в котором из-за того, что мир очень быстро развивается, нарушилась вот эта вот стабильность, которая была, допустим, в моем даже детстве, была стабильности больше, чем сейчас. То есть была как-то стабильность, и люди очень ценили эту стабильность. То есть для человека очень важно, когда он знает и принимает какую-то систему, и он в этой системе, когда он живет, он чувствует себя спокойно. Теперь, когда система рушится, а она рушится по-любому, человек становится старше, он переезжает. Вокруг нас люди, и чем больше ты зацеплен на других людей, эмоционально, интеллектуально, тем больше шансов, что твоя система разрушится, потому что другие люди, они не под твоим контролем. То есть ты не можешь, ну там, ты можешь пытаться их заставлять, мне вчера рассказывал один мой приятель, что вот он, как он чуть руку не потерял, и он поругался с рабочими, там, они приехали ему что-то делать. Он с этим рабочим вступил в какие-то эти, там, взял нож, в общем, какой-то взрыв там. То есть получается, какая вещь. Он говорит, я все-то хотел, чтобы мне дома сделали там какую-то вещь правильную, в итоге чуть не остался без руки. Почему? Потому что, когда рушится твоя система, дальше люди, вот что-то происходит не так, как ты хочешь. В этот момент у человека какие-то есть реакции? Пытаться заставить, то есть заставить мир, людей, ситуацию войти в то русло. Но когда ты заставляешь, вот как сегодня, я тут бегал вообще, подключал этот интернет, звонил, там, главному, потом главному мне сказал, звони главному по хозяйству. Я звонил главному по хозяйству. Главное по хозяйству говорит, я за интернет не ответственное. И, в общем, я думаю, ну, что делать уже? Ну, нету, нету, буду проводить на мобильном, может быть, сейчас подключусь. То есть можно пытаться впихнуть мир в свои ожидания от мира. Да? Теперь, когда ты это делаешь, у тебя уходит очень много энергии и сил. То есть ты берешь свою систему, которую ты хочешь сделать, ты пытаешься мир впихнуть в эту систему. Этих людей, на самом деле, очень мало, которые такие вот, они двигают мир вперед. Лидеры, инициаторы, у них есть какие-то видения, они что-то хотят делать. И они всех людей, ну, получается, всех-то людей они тревожат, сколько этих людей с утра я потревожил в их планах. Это там, главное, он сидел учился, да, я его чуть-чуть оторвал. Потом та женщина, которая главная по хозяйству, она, у нее тоже, может, какой-то план был на утро, кроме как заниматься интернетом. Потом она кого-то уже зацепила, чтобы он включил интернет. То есть есть люди, которые, вот как раз я сегодня утром читал в Мишле, в притчах царя Соломона, такой отрывок. Сегодня же 21 число, 21 глава. Я каждый день стараюсь по одной главе читать. Вот 21 глава, она начинается с отрывка, что как по алгеймам, как потоки воды, сердце царя в руках Бога. То есть представьте ситуацию, человек, там, например, руководитель, там, не Таньяго, руководитель, премьер-министр Израиля, там, любую возьмите страну, Байден, там, все. Вот они утром просыпаются, ну что там? А им сразу там, вы знаете, уважаемые, там, то-то, 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 он говорит, вообще не по плану. Я не хочу, чтобы это все было. Ну, слушай, хочешь, не хочешь, значит, такая ситуация, принимай решение. И он такой сидит и думает, блин, вот какое я сейчас решение приму. А он на вершине пирамиды. И теперь, если любое его решение, оно тревожит сразу, там, миллионы людей. Миллионы людей. И вот нам говорит царь Соломон, мудрящий из людей, он говорит, не переживайте, сердце царей, которые, ну, которые на вершине пирамиды, оно в руках Всевышнего. Тебе не надо думать, что он решит, тебе не надо, то есть, все в руках Всевышнего, не в руках царя, а в руках Всевышнего. Его мышление, его решение, все это все равно регулируется царем царей Всевышних, Всевышний. Поэтому тебе лично, на твоей, как бы, ступени вот этой вот пирамиды, а каждый из нас находится на какой-то ступени пирамиды, есть люди, которые влияют только на себя, и они находятся под влиянием окружающего мира. Есть люди, которые влияют на окружающий мир, и они же находятся под влиянием кого-то. То есть, мы все находимся в каком-то, в какой-то точке, в которой мы сами лично влияем на других, а другие влияют на нас. И так любой человек. Маленький ребенок, вот сейчас маленькие дети, да, они, например, влияют на родителей. Они родителям все время просыпаются, и главное, мотив ребенка, это что-то он хочет у родителей получить. Вот она маленькая едет, и мама что-то она все время просит. Маленький ребенок, он все время хочет что-то получить у родителей. Родители, они все время что-то хотят от детей. И с детства начинается, вот человек попадает в эту вот, в эту такую социальную пирамиду, в которой он что-то от других хочет, другие что-то хотят от него. И, значит, и вся эта система, она очень подвижная. И вот мы сейчас начали с точки, да, те, кто сейчас подошли попозже, мы начали с точки, что делать, если то, как ты видишь, должна двигаться эта система, нарушается. Да, нарушается. Вот ты, например, планируешь какой-то свой план, и этот план нарушается кардинально. Вот полностью, например, там здесь люди, очень много людей, которые уехали с Украины. Вот это место, где я провожу Песох, это место для людей, которые называются беженцы, да, они действительно, они не хотели оставлять свои дома, но они вынуждены были уехать, и вот здесь Песох для них организовали специально. И, ну, вот я приехал тоже помогать. И что? И получается такая вещь интересная, что человек, человек, ну, его планы были вообще другие. Значит, что делать, когда планы нарушаются? Первое, что нужно делать, это научиться принимать реальность. Принимать реальность. Но чтобы научиться принимать реальность, нужно понять, а где реальность? Где реальность? Реальность в мыслях твоих или реальность в том месте, где ты находишься? И вот получается так, что реальность, реальность, вот эта секунда, да, вот это реальность, правильно? Вот этот, например, компьютер, это реальность? Реальность. Вот мальчик, помахаешь людям, вот как тебе, Мелах его зовут, да? Машеах. Мелах. Вот его зовут, я этого мальчика знаю. Вот давай, иди, посмотри, там люди, помаши рукой. Вот там есть люди, вот этот мальчика зовут Мелах. Имя царь переводится на русский язык. Мелах, привет, скажи что-нибудь, послание какое-то людям. Скажешь какое-то послание? Скажи что-нибудь. А? Вот какое-то послание, что ты хочешь нам? Что нам Всевышний передает сейчас? Передай какое-то послание Всевышнего. Есть у тебя послание? Нету послания. Нету послания. Все, значит, тогда иди гуляй. Все, иди куда шел. Дальше. Это маленький мальчик. Говорят, что пророчество, после того, как пророки ушли, оно осталось у детей и у сумасшедших. То есть у детей и у сумасшедших, у них есть то, что называется раньше пророчество, у них есть вход в какой-то духовный мир, и вот можно получать вот такие вот послания от них. Но нам сегодня Мелых никакого послания не дал, а просто он постоял, посмотрел и ушел. Бывает. То есть реальность, она, реальность, да, она, вот если убрать из нее все описания, она вот такая и будет. Он посмотрел, помолчал и ушел. Это реальность. Теперь каждый из нас в эту реальность добавляет свои какие-то описания. В этой же сегодня 21 глава, это у меня один из самых любимых отрывков вообще в притчах царя Соломона. Есть такой отрывок, что шумер пивы лошано, шумер мицарот навшо. Тот, кто сохраняет свой род и язык, он сохраняет от неприятностей свою душу. То есть человек, который контролирует свой язык. Кстати, очень, очень такая есть фраза, мне понравилось, что тот, кто контролирует свои мысли внутри, да, и свои слова наружи, то, что ты выходишь, тот будет счастлив, он контролирует свою жизнь. И вот человек, значит, когда он попадает в ситуацию, когда его планы изменились, нарушились. Другими людьми, обстоятельствами, чем угодно. Как ему, как ему с этим собраться, да? Ему нужно собраться в эту секунду и понять его планы, кто придумал. Кто придумал его планы, чего состоят планы человека. Они состоят из его слов. То есть человек, он предполагает, и он внутри себе напридумывал, что у меня должен быть урок. Или же можно по-другому сказать, я хочу провести урок, да? Или можно сказать, я планирую провести урок с Божей помощью. Если будет на то воля Всевышнего, так будет урок. То есть в зависимости от формулировки плана, мы устанавливаем жесткость его ожидания этого плана. Поэтому все религиозные люди, они говорят о будущем в формате МРЦ-Ашем, если Бог захочет. То есть я планирую там провести урок МРЦ-Ашем, если Бог захочет. И даже когда они говорят, я планирую, то по-настоящему религиозные люди знают, что человек планирует, а результаты от Бога. Он говорит, мне бы, то есть он в мягкой форме планирует. Заранее, когда ты планируешь, для того, чтобы потом не попадать на жесткий стресс и на жесткую какое-то разочарование, то уже на этапе закладывания планов, любой план, это ты своим языком проговариваешь какую-то идею. Нужно заложить этот план в более мягком таком формате. МРЦ-Ашем, если Бог захочет, я проведу урок, если Бог захочет. Если захочет, да, нет, нет, я планирую, может быть. Дальше, когда происходит то, что ты ожидаешь, когда происходит то, что ты ожидаешь, ведь все же зависит от мера твоего ожидания. То есть если ты жестко прямо уверен, что так должно быть, как есть люди-педанты, вот они уверены жестко, что так должно быть, то у каждого педанта, у него в жизни много стресса, прям Талмуд нам говорит, что его жизнь не жизнь. Потому что когда ты жестко очень устанавливаешь вот эти вот планы, то они также жестко потом ломаются. Или ты говоришь, я бы хотел, я собираюсь, может быть, какая твоя цель? Я бы хотел, чтобы было так, с Божьей помощью, без РАТ-Ашем, да, с Божьей помощью МРЦ-Ашем, вот так вот. Тогда человек, он не попадает в жесткие рамки, что ну не получилось, а я не планировал особо, да. Теперь, дальше, если у тебя мягкий план нарушился, то тогда это как айтидо такое. Ты говоришь, у меня есть еще кроме одного плана, есть еще 22 плана, да. Это креативность мышления, творческое мышление. Есть план Б, план С, план, там какие буквы дальше идут, А, Б, С, Д, И, И, В, Джи. То есть, когда у человека есть вот столько планов, то понятное дело, что какой-то из планов обязательно выполнится. И тогда, когда любой из планов выполнится, значит, жизнь человека, она превращается в бесконечный поток в выполненных планах. Он так и ожидал, а я вот так и думал. Есть известная история, ее рассказывал, был такой Мадид из Дубна. Мадид из Дубна, это был, раньше же не было интернета, не было ютуба, и были Мадиды. Мадиды, это были странствующие рассказчики, которые ездили из местечка в местечке, выступали в синагогах. Вот был такой известный Мадид из города Дубна, он ездил, Равьяков Кранцева звали, его настоящая была имя и фамилия. И он рассказывал невероятные притчи, истории и так далее. Такой был странствующий рассказчик. И вот как-то он приехал в Вильно к Веленскому Гаону. В Веленскому Гаону был великим мудрец Сторы. И он очень дружил с Равьяков Кранцевым, он очень любил его истории. И он ему как-то говорит, скажи, пожалуйста, вот как ты можешь объяснить отрывок истории, такой вот прям точно подходящим примером, такой точной историей. Вот как? Как это происходит? Как ты можешь подобрать под отрывок истории, историю? А он говорит, я тебе сейчас расскажу историю. Значит, говорит, когда-то один царь вместе со своей свитой ехал на охоту. Он ехал, чтобы убить каких-то зверушек. И когда он ехал на эту охоту, он проезжал через одну деревню. И увидел в этой деревне, увидел в деревне на заборах висят такие вот мишени. Он видел на заборах мишени, и в каждой мишени стрела ровно в десятку. Он зовет и говорит, найдите мне срочно этого лучника, я хочу узнать секрет его стрельбы из лука. Как он всегда попадает в десятку? На каждом заборе мишень и стрела в десятку. Зовут лучника. Этот лучник такой с виду вообще не похож на мастера стрельбы из лука. Он приходит с луком, его этот царь спрашивает, расскажи мне свой секрет, как ты всегда попадаешь в десятку? Он говорит, ну как, у меня секрет, есть секрет. Значит, в общем, царь его уговаривал, дал ему какие-то деньги, все. Он говорит, смотрите, показываю вам свой секрет. Значит, как говорит, стреляют люди обычно. Они вешают цель, а потом стреляют и попадают или в десятку, или в какую-то другую цифру. То есть, вдумайтесь, это очень мудрая метафора на жизнь. То есть, человек ставит себе цель, когда он думает, что когда он ее достигнет, он будет счастлив. Вот если я попаду в десятку, то буду счастлив. Например, человек женится, он думает, вот я на ней женюсь, буду счастлив. Потом бах, оказалось, не угадал там, разводится. Или в бизнесе, я в этот бизнес войду, буду счастлив. Или туда, я буду счастлив. То есть, человек ставит себе цель и потом в нее стреляет. Этот лучник говорит царю, я делаю по-другому. Я, говорит, вначале стреляю, а потом вокруг, куда попадет стрела, вокруг этого рисую мишень. И у меня получается всегда в десятку. То есть, куда бы я ни попал, всегда в десятку. Теперь, получается, эта метафора, она очень, он объяснил Мадид Исзубна, что он не объясняет отрывки историями. Он находит хорошую историю, спрашивает, где на эту историю можно найти отрывок, которым она может его объяснить. И он находит потом, вот каждую красивую историю, он находит отрывок. А не наоборот, он берет отрывок и думает, как его объяснить историей. Понятно, да, идея? Теперь, отношение к жизни, когда ты для себя выбираешь описание не... Вот смотрите, еще раз, человек живет не в реальности, человек живет в своем описании реальности. Цель – это описание, это история о том, что когда я достигну это, я буду счастлив. Теперь, дальше, как человек формулирует эту историю, если она ее жестко формулирует. Мне надо только это, и если я это не достигну, я буду несчастен. Он себе создал какие-то правила и игры, в которых он дальше будет двигаться. Если он сказал, я это хочу с Божьей помощью, и мерцей Ашем, и если мне Бог это даст, я буду счастлив. Но я буду счастлив и любому другому варианту тоже. Потому что Всевышний лучше знает, что мне нужно, и то, что Он мне даст, то мне и нужно. Он себе открыл сразу 10 дверей для счастья. Потому что если Он сказал, я хочу только вот эту дверь, только я хочу урок 9, и только, чтобы он был по Wi-Fi, и только, чтобы он был вот так, и только, чтобы на нем было на каждом канале, значит, 100 человек, например, на YouTube, и 76 на Facebook, и 64 всего на Telegram. Если бы я себе сказал, что если не будет 100, вообще я буду несчастным человек на каждом канале, то что? Я был бы несчастным. Сейчас я говорю, с Божьей помощью, это же мир-то не мне принадлежит, а Всевышнему. Я делаю усилия свои. Ну, отлично, слава Богу. То есть, любой вариант, это выбор Всевышнего. Я заранее, если человек так планирует свою жизнь, что я заранее, я как бы Всевышнему хочу подсказать, конечно, что он мне дает, да, это моя цель, это как подсказка Всевышнему, что ты знаешь, я бы все-таки хотел сюда, обрати внимание. Но если ты признаешь, что Всевышний лучше знает, чем ты, ты говоришь, но я знаю, что ты меня любишь, куда бы ты меня ни повел, я знаю, что ты меня ведешь только к счастью, оп, в этот момент у человека открыты все дороги к счастью, у него нет стресса, он довольный, радостный, и даже если идет что-то не так, то что думает человек такой? Он думает, о, Всевышний что-то для меня приготовил еще лучше. Наверное, вот прямо вот здесь сейчас откроется для меня какая-то новая-новая страница в моей счастливой биографии, и за счет вот такого отношения, за счет того, что у человека внутри нет стресса, за счет того, что он все время наполнен вот этой вот энергией созидательной и энергией вот такой вот легкой, веселой, бесстрессовой, да, у него начинает все получаться. И в Песах мы освобождаемся не только от своих ограничений в виде своих вот этих вот принципов, там, я принципиальный, там, я такой, я такой, мы освобождаемся и от прошлого, которого нет, но и от будущего тоже. Потому что в Песах, вот это для меня было самое большое открытие вот этой недели, что в Песах не надо Богу подсказывать, как вас вывести на свободу, Бог знает. Нужно просто сказать меня, вот того меня, который Богу подсказывает, который свою жизнь вот эту всю придумал, в которой я нахожусь, меня нет. Я выхожу на свободу от себя, от своего эго, от своих ожиданий, от своих, опять же, смотрите, если у вас все прекрасно, вам ничего не надо. Я думаю, что человек, у которого вообще все прекрасно, ну, честно сказать, я не знаю таких людей, я не думаю, что такие люди вообще существуют, чтобы ему было все прекрасно. То есть весь вопрос в том, насколько человеку в его мирке, в котором он себе построил своими мыслями, хорошо. И если человеку, вот ему полностью хорошо, то, в принципе, он в Песах может сказать Всевышнему, знаешь, мне прекрасно, все хорошо, я свободен. То есть мне, в принципе, ничего не надо. Но если у человека внутри есть какой-то неудовлетворенность, какие-то негативные эмоции, какие-то ему что-то в жизни не нравится, в Песах это время освобождения от своего эго, прежде всего, от своих ожиданий, от своих подсказок Всевышнему, как управлять миром и своей жизнью. Все это, дорогие друзья, всем спасибо огромное. Видите, работает Wi-Fi без перерыва, слава Богу. Но это именно был момент, в который мне лично вернул, можно сказать, радость от всего следующего дня. Потому что весь следующий день у меня был непонятно вообще, как его провести, потому что мои планы, которые у меня были, они вот явно, ну, как-то очень сложно выполнимы. Из-за того, что утром вот эти вот был момент, там, пять минут, когда не работал интернет, когда пришлось вспомнить все вот эти вот, все идеи, которые мы изучали уже, мне кажется, что остаток дня, я, даже если будет все складываться не так, как я ожидал, я смогу радоваться, улыбаться и говорить спасибо Всевышнему, что то, как он решил, это лучше, чем то, как я решил. И я не буду со Всевышним спорить, реально с ней не надо спорить, да, спорить со Всевышним, это как плевать против ветра. Все, удачи, дорогие друзья, всем хорошей недели, до завтра. Спасибо большое. Спасибо.